Приветствую, друзья! Сегодня я вам покажу очень яркое российское ИПСО, а яркое оно потому, что прозвучало на канале Марка Фейгина, а соответственно его посмотрят сотни тысяч, а может быть и больше, на канале самого Фейгина. Дальше оно будет размножено другими каналами с огромным количеством просмотров, в том числе украинскими, которые частенько показывают самого Марка Фейгина в справедливости ради, иногда говорящего вполне себе интересные и удобоваримые вещи. Итак, речь об интервью историка российского происхождения, проживающего в США, Ферштинского, который он дал Марку Фейгину в течение последних суток, и в котором он говорит о ядерном оружии, которое планируется разместить в Беларуси. Он не просто говорит, он истерит. Итак, приступим и обсудим. Чтобы Москва руками Беларуси начала эту Третью мировую с известными последствиями. Вам кажется, что-то изменилось в этом сценарии или нет? Нет, в этом сценарии абсолютно ничего не изменилось. Происходит, собственно, все то, что и было предусмотрено. Исходной речи Путина, то, что было предусмотрено до этого выводом Беларуси из обезьядерного статуса. Поэтому с точки зрения Кремля, с точки зрения Путина, все развивается абсолютно по плану. И поскольку Путином была означена дата, такая круглая, 1 июля, непонятная абсолютно дата, потому что строительство хранений, так называемое, вообще к ничему не имеет отношения, то я обозначил коридор риска в период между 1 июля и концом сентября. Последние полгода Российская Федерация пугает мир. Единственным, чем ей осталось пугать, это ядерной угрозой. Последние недели, две, когда очень много говорится о размещении ядерного оружия в Беларуси, все это преподносится с особой помпой. Совещание, выступление, заявление Лукашенко приглашением в их единый клуб других членов ОДКБ, рассказы, что это произойдет хранилище строительства 1 июля. В общем, громкая подготовка белорусских летчиков и так далее. Что же должно было произойти? Конечно, все должны были забояться. Конечно, все должны были побежать, остановить контрнаступление и сосредоточить свое внимание на северной границе, куда, конечно, сейчас подойдет ядерное оружие, и вот оно бабах. А что же происходит в результате? В результате департамент США, пресс-секретарь Белого дома, институт изучения войны и еще множество других западных институций, в том числе НАТО, и в том числе Зеленский на своем интервью буквально на днях, говорят о том, что ничего значительного не происходит, и никакая угроза ядерного оружия не способны изменить сейчас какие-либо решения Украины и НАТО. Более того, НАТО даже не собирается каким-то образом передислоцировать в связи с этим собственные силы. Что же нужно сделать с Россией? Пугать дальше. И тут появляются такие себе ферштинские. Итак, слушаем. В некий определенный день, когда, наконец, эти ядерные ракеты будут перевезены в Беларусь, их похитят. Похитят. Вот на глазах... Что это значит? Что похитят, что? Похитят. И похитят их, и похитят их не русские, не белорусы, а по версии Российской Федерации, их похитят украинские диверсанты. Похитят украинские диверсанты и запустят их куда, куда они планируют их запустить. Вот похитят уже вместе с белорусскими самолетами, вместе с белорусскими эскандерами и выстрелят туда, куда запланировано выстрелить. И самое удивительное, что у этих операторов и у этих пилотов обнаружатся украинские паспорта. И они окажутся гражданами Украины. Ну, из той самой Восточной Украины, конечно же, которая давно-давно оккупирована, или из Крыма, например, но они окажутся украинскими гражданами. Вот это тот сценарий, который, я уверен, разработан гибридными специалистами президента Путина. Великий политолог Ферштинский уже знает план. Главное, он знает, что точно выстрелит туда, куда должно выстрелить. Хорошо, что, в отличие от Лукашенко, он еще не знает четырех направлений, куда это должно стрелять. Ну что ж, предлагаю послушать дальше. И вот эти самые Су-25 тоже с ядерными ракетами на борту, Россия начнет перебрасывать в Беларусь стратегическое ядерное оружие. Чтобы уже иметь возможность обстреливать любую точку Европы, а на самом деле любую точку земного шара. И все это из Беларуси. А повторяю, если бы речь шла о политической демонстрации, о запугивании, о шантаже, все то же самое делалось бы в Калининградской области, которая стратегически находится намного более удобно в этом плане, чем Беларусь. Вот те сценарии, которые есть. Я думаю, никаких других сценариев нет. Никаких других ходов у Путина тоже нет, если иметь в виду ход военных действий. Потому что мы видим, как российская армия ведет войну в Украине. Победы, прямо скажем, там не пахнет, и я думаю, Путин это понимает. Поэтому нужно готовиться к увеличению уровня агрессии, к наметанию ситуации через ядерную фазу в этой уже начавшейся, либо в 22-м году, либо в 14-м году войны. Вас не пугает абсолютная алогичность того, что человек говорит? А я посмотрела отзывы, комментарии, боже, сколько восторга, какая правдивость. Вдумайтесь вообще. Если бы речь шла о запугивании, тогда достаточно было бы Калининградской области, из которой, по мнению самого же Ферштинского, можно достать куда угодно. Он же говорит о стратегическом оружии, которым можно будет пулять. Но вот из Белоруссии удобнее. Поэтому вот из Белоруссии это не запугивание. А вот если бы сказали про Калининградскую область, то это было бы запугивание. И в качестве аргумента Ферштинский говорит, что из Белоруссии пулять удобнее, поскольку прилетит только исключительно в Беларусь. А Россию, безусловно, весь мир не тронет. Ну там же идиоты сидят. Плюс мы же понимаем, что ядерное оружие, когда оно куда-то падает, оно распространяется по четким границам. И в данный момент это, конечно, будут границы исключительно Белоруссии. Ну и плюс Путин так, собственно, заботится о собственном народе. Он так боится его потерять. Боже ж, мей. И для того, чтобы в этой войне наступил перелом, необходимо превентивно освобождать Белоруссию. Это совершенно очевидная вещь. Это очевидно, если посмотреть на карту, это то, что все равно произойдет, потому что без этого нельзя, даже не просто нельзя выиграть эту войну и нельзя нанести поражение Российской Федерации, а нельзя как бы закончить эту войну хоть каким-то образом. Все равно для этого нужно входить в Беларусь. Самый разумный вариант сделать это с помощью добровольческих белорусских частей, которые уже есть в определенном количестве в Беларуси. Как я понимаю, какие-то части находятся и в Польше. Есть, в конце концов, другие интернациональные подразделения, которые, я думаю, с готовностью примут участие в этой операции. Но вообще-то было бы лучше всего, если бы мы все перестали делать вид, что война не началась, и что это только война между Россией и Украиной. И было бы лучше всего, если бы, конечно, в освободительном походе в Беларусь участвовали открыто и ВСУ, и страны НАТО. Тогда бы эта победа была бы быстрая, была бы бескровной. Главное, что это все необходимо сделать, и я подчеркиваю слово, необходимо до того, как ядерное оружие окажется в Беларуси. Потому что после того, как ядерное оружие окажется в Беларуси, мы столкнемся с абсолютно непредвиденными проблемами. А вот тут начинается самое главное. Надо прямо сейчас освобождать Беларусь. Вот прямо сейчас, в тот момент, когда планируется контрнаступление, до 1 июля снять все свои войска с основных позиций или ослабить их и двинуться к северной границе. Где-то мы это уже слышали. А еще войска НАТО. Ну, конечно, они же возьмут и просто так зайдут сейчас в Беларусь. Вместе с ВСУ. И на самом деле это прежде всего должно быть и может быть решение украинского правительства и, соответственно, украинских ВСУ о создании, формировании белорусской дивизии или нескольких дивизий на базе имеющихся уже белорусских добровольческих подразделений в Украине. И не просто подразделения, а дивизии. А в дивизии, на всякий случай, от 4 до 20 тысяч человек. И прямо сейчас обязательно до 1 июля. Потом-то, конечно, будет поздно. Мне бы хотелось подумать, что Ферштинский просто себе такой фантазер. Но что-то мне подсказывает, что нет. Что он не писатель-фантаст. Что-то здесь, наверное, другое. В отношении белорусского государства, белорусского народа. И ставят под угрозу жизни миллионов белорусов. Главное – ударить в самую точку. Это может стоить жизнем миллионов белорусов. Конечно. Это может стоить жизни миллионам белорусов, миллионам украинцев. Может стоить жизнем миллионам европейцев, если не остановить эту орду, не начать вовремя, может быть, контрнаступление или то, что решила для себя НАТО и Украина. Ферштинский считает иначе. Он большой политолог и, наверное, представитель всех разведок. Причем он нам преподносит планы и рассказы Путина за абсолютно чистую монету. Потому что, если послушать белорусскую оппозицию, то Украина не горит желанием освобождать Беларусь, поскольку есть соглашение между украинским правительством и Лукашенко о непрямом участии Беларуси в войне. Это я говорю ни в коем случае не о своей точече зрения, не о своем взгляде на вопрос, а о мнении белорусской оппозиции. Белорусская оппозиция считает, что, например, президент Зеленский не встречался еще ни разу со Светланом Сихановским. Что? Да, я говорю Сихановским, не встречался. Почему? Светлана Сихановская, поскольку есть соглашение между, соответственно, Зеленским и Лукашенко о том, что это в церкви не должно состояться. Это если послушать белорусскую оппозицию. Параллельно подмазывает Светлане Сихановской. И какие интересные, оказывается, факты мы слышим. Наверняка и Светлана Сихановская, и ее кабинет прям сидят в генштабе или лично в администрации Зеленского. Оказывается, не хочет Украина сейчас, вот прям сейчас освобождать Беларусь. Потому что есть договоренности у Зеленского с Лукашенко. Как-то нехорошо. Ну, это, конечно, если верить белорусской оппозиции, точнее, ее лидерам. Такое себе занятие верить. Я уже неоднократно говорил, единственная причина, по которой Беларусь не аннексирована, единственная причина, по которой ни разу не предпринимались, не то что даже попытки аннексировать Беларусь, а разговоров даже не было никаких про аннексию Беларуси, это то, что, да, Путин хочет оставить Беларусь независимым государством исключительно для того, чтобы иметь возможность наносить ядерный удар в территории независимого государства, чтобы ответный удар был не по территории Российской Федерации. Это совершенно очевидно. Я даже не могу это комментировать. Все начиная с фразы, что никогда не было попытки аннексии Беларуси, которая уже практически полностью завершена, ну и, конечно, заканчивая мыслями Путина нанести ядерный удар с территории ни своей страны, ни Калининграда, ни чего-то еще, оберегая жителей, видимо, этой страны. Это обязано было в привитивном порядке входить в Беларусь. При этом я хочу подчеркнуть, что точно так же, как в случае ядерного удара из Беларуси по Восточной Европе, НАТО не будет начинать войну с Российской Федерацией, чтобы не было тоже ни у кого никаких иллюзий, ответного удара по Российской Федерации в этом случае не будет, и НАТО не будет начинать военных действий против Российской Федерации, если из Беларуси будет нанесен ядерный удар. Это абсолютно понятно всем, это абсолютно понятно Путина, это понятно абсолютно всем руководителям европейских государств. В общем, друзья, я думаю, что все, кто нас смотрит, прекрасно понимают, что к чему. А к тому, что вам следовало бояться, а вы, заразы, почему-то не боитесь. А вы почему-то, возможно, уже считаете, что вот эта ядерная угроза – что-то похожее на самую мощную экономику и вторую армию мира. В любом случае, я рекомендую всем слушать реальных специалистов, представителей Министерства обороны Украины, Головного управления разведки Украины, администрации президента, как Верховного главнокомандующего, представителей НАТО и других союзников Украины. Это был историк, а заодно писатель-фантаст на работе Ферштинский. Фейгин, конечно, мог задать ему неудобные вопросы, но почему-то вторил и не задавал. Всего до Украины, всех обнимаю, всем спокойной ночи. Мы здесь боремся с российской пропагандой, часто гибридной. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, распространяйте это видео. Всем пока.